Всем привет дорогие друзья! Вы смотрите Властелин колец с модом Эннарад. Меня попросили сделать гайд на карту Пеленор Глинамисос, поэтому добро пожаловать. Сразу говорю, что для многих игроков здесь вряд ли будет чего-то полезное. Это скорее для новичков, поэтому можете смело скипать ролик. Начнем мы с того, что карта есть не у всех, поэтому я залью ее на гугл диск. В описании ролика вы найдете ссылочку на ее скачку. Сейчас покажу вам, как ее установить. Для того, чтобы установить карту, не смотрите на вот это говно на моем рабочем столе, вам нужно зайти на мой компьютер, диск С, пользователи, имя ваши, учетки, дата, это скрытая папка, погуглите, как сделать скрытые папки и файлы нескрытыми. Дальше роаминг и здесь сохранялки различных игр. Вам нужны сохранялки Властелина колец под знаменем Королячьего Родея. Здесь вы ищете папку Maps, заходите туда и видите... Или ничего не видите, если у вас там еще нет, да. В общем, сюда надо кинуть папку карты. Она будет у вас в архивчике таком. Из архивчика просто перетаскиваете и все. И в игре она будет, возле ее названия будет молоточек нарисован. Таким образом вы сможете понять, что эта карта из этой папки, а не из общего маппака считывается. Итак, что же из себя представляет эта карта? Это карта на 8 игроков. У каждого из них на базе будет кольцо, что позволяет играть в ФФА с кольцевыми героями, чтобы у всех все было. Типа балансная ФФА, хотя в любом виде ФФА дисбалансная. Сразу же в начале игры вы можете заметить слева вот таких вот два таймера, отсчеты. Дело в том, что по всей карте установлены стены. Горизонтальные и вертикальные. Вертикальные стены рухнут... Почему я горизонталку показываю? Вот, вертикальные стены рухнут по прошествии 15 минут. Вот этот таймер. А горизонтальные стены через 30 минут. По этой причине вот такая вот позиция считается более выгодной. То есть суть в том, чтобы вы играли дуэльку. Вот здесь будет второй игрок. Здесь стенка. Я сейчас, кстати... О, все, карта открылась. Вот. Здесь стенка. То есть никто сюда пройти не может. Здесь тоже два игрока. Соответственно, эта позиция тоже более выгодная. И таким же образом снизу. То есть эта позиция более выгодная. Это менее. Это менее. И это более. То есть игрок, который в более выгодной позиции, может себе позволить немного играть от дефа. Игрок, который в менее выгодной позиции, должен всегда быть агрессивным. Иначе стены рухнут. И ему придется сражаться уже как минимум против двух игроков. Есть исключение. Если за стеной два игрока тоже не смогли за 15 минут себя поубивать, то тогда у игрока с менее выгодной позиции будет все более-менее нормально. И также это работает и в другую сторону. Если, например, вы в более выгодной позиции, но вы не можете выиграть, вы решили играть от дефа, тянуть время надежды на то, что на этого челика нападут. Это не всегда означает, что вам это выгодно, потому что если за стеной один из игроков слишком рано выиграет своего оппонента, то есть он накопит большую толпу, то скорее всего он просто легко снесет вашего противника, на нем прокачается, а затем еще и вас с собой заберет. В итоге вы просто фиданете. Поэтому любой ценой старайтесь выигрывать до 15 минут. Это залог успеха. Далее. Есть три важных точки. Это, собственно, аванпост и две троллятни. Обычно люди играют на старте в 1к, то есть 1 тысяча ресурсов. Короче, вот такой старт делаете практически за все фракции, кроме... Ну, разве что кроме Изенгарда, потому что там скауты из крепости. Харад, возможно, по-другому играет, но это уже нюансы. В основном играете так. Ставите одну ферму, затем ставите барак. Если у вас в бараке, можно строить копейщиков сразу же. Это важно. Затем одного рабочего посылаете забрать это кольцо. Всегда берите кольцо рабочим, потому что тогда его никто не сворует. Есть игроки, которые в самом начале игры строят какого-нибудь скаута и бегут, вот так оббегают, чтобы у вас или с другой стороны с кому не ездить кольцо. Поэтому не ведитесь, сразу же подбирайте его. Это важно. Если на вас кто-то нападает, рабочий хоп, поставил стенную башенку, полсекунды у вас на это ушло, то есть V нажали и кликнули левым кликом. Все. То есть ничто другое, ни R, ни T, V. Только V. Все. Он спасен. Кольцо пока строится, кольцо показывается на карте, но подобрать его нельзя. Оно у рабочего. То есть его забрать практически нереально. И дальше рабочий просто строит экономику. Даже здесь сразу же можно поставить без разницы. Затем второй рабочий, который достроил барак, заказывает отряд копейщиков, в смысле вы заказываете, и отряд мечников. Отряд копейщиков идет крипить самого ближнего тролля. Тут все просто. Вы отправляете на него рабочего. За рабочим отряд копейщиков кликаете на тролля. Ждете, пока троль загрится на рабочего. Разворачиваетесь и уезжаете в ебине. Все. Затем вы ставите где-нибудь ферму. Копейщики разбирают тролля. Если у вас фракция со слабыми копейщиками, типа Мордора там или Ангмара, то тогда надо чутка больше микроконтроля. Вместо того, чтобы кликнуть на тролля, вы отправляете копейщиков за тролля. Таким образом, то есть вот, сейчас немножко объясню. Вот копейщики, вот тролль. Рабочий убегает, за ним идет тролль. Копейщики не кликаются на тролля, а просто идут ему навстречу и вот идут вот сюда. В какой-то момент тролль оказывается с этой стороны, потом он разворачивается и возвращается к своему жилищу, что позволяет вам два раза продамажить тролля за счет того, что он просто по копьям прошелся. А затем вы уже добиваете его, как обычно. Таким образом, больше урона наносится. Ну вот, например, Гондорцам это не нужно, они его просто затыкивают, пока он бежит за вашим рабочим. Все, вы забрали 500 монет. Можно даже сигналку проигнорить. Поначалу, потому что вначале она не очень-то вам важна. Главное это то, что вы забрали деньги и затем вы бежите на следующего. Параллельно вы заказывали один отряд мечников. Мечники нужны для захвата этого аванпоста. Аванпост сделан таким образом, что вот здесь крип, который не дает захватить его одиночным юнитом. Крип был усилен, он более толстый, его сносить дольше. Если вы вначале пойдете забирать крип, вы потеряете время и у вас не будет ресурсов. Поэтому обычно отправляют какой-то отряд для захвата. То есть, для чего это сделано? Чтобы страдали фракции, у которых там, например, есть какой-нибудь скаут типа Хоббита в начале, чтобы они не могли прямо в начале игры пойти и захватить его. Иначе у них будет очень много денег и вы их не сможете победить. В принципе, можно это проигнорить, потому что, если вы очень быстро среагируете, то вот эти вот несколько инкомов аванпоста особого преимущества вашему противнику не дадут. В таком случае вы не выходите в мечников, вы вторым отрядом заказываете копейщиков, этот рабочий у вас пошел строить ферму, этот уже ее достроил к моменту, когда вы крепили тролля, и этот парень отправляется вверх со вторым отрядом копейщиков. Заметьте, передвижения кольца пока видны на карте, даже если там есть туман войны, поэтому это может загреть вашего противника, поэтому более безопасный способ это дождаться, пока этот парень построит ферму, эти ребята к тому моменту заберут тролля и вместе с ним отправятся бить этого парня. Соответственно, тогда вы играете вмешников, но если вы хотите прям супер быстро все забрать, то можно и так. Варги дают 300 монет, их вы оставляете на самый конец, потому что, ну, шансы, что у вас своруют этот крип крайне малы. Затем вы воюете за мелкие крипы гоблинов, но это уже по сути способ обмениваться такими ударами и фармить. Ваша задача как можно быстрее выйти в кольцевика. Еще проблема в том, что некоторые фракции имеют более сильных кольцевиков, некоторые более слабых и так далее. Иногда, возможно, даже имеет смысл не играть в раннего кольцевика, а играть в каких-то убийц героев. не будем строить паучки. Ну, в принципе, а, да, 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 когда рухнут вертикальные стены, рухнут еще и вот эти вот маленькие стены, и вы получите доступ к дополнительному качу, это паучки, хотя это не суть важна, важнее то, что вы получите доступ к тавернам. Таверны дают вам очки командования, каждая таверна по 150 очков. Это очень важно, это позволяет не строить очень много ферм, то есть не резать свою экономику, но при этом иметь хороший запас очков командования. Не забывайте их захватывать, особенно когда рухнет еще и большая стена, 4 таверны, это, собственно, 600 очков командования. Это неплохая такая армия. Вот, думаю, все рассказал. Теперь по поводу фракций, ну, это уже, в принципе, мелочи, перечислим. Самые имбовые это гоблины, обычно играют, гоблины и гондор, обычно играют с правилами, что гоблин не может строить Смауга, а гондор не дает кольцо Бормеру. То есть, если вы играете, например, с вашими друзьями, или вы все новички, допустим, то сразу же оговариваете, потому что этих героев законтрить вначале практически нереально. То есть, Смауг в тупую прилетает, вносит вам крепость, Бормер, по сути, делает то же самое. У Бормера очень сильный призыв, он приходит и вам тоже проносит крепость. Он очень дешево стоит. 2000 по сути. То есть, вы можете прямо в начале игры на парочке ферм, если вы закрепите выгодно, то вы сразу же можете его построить очень-очень быстро. Затем по другим фракциям. Ну, давайте с самого вверху. Арнор, наверное, самая хреновая фракция для ФФА. Вначале получаете огромные преимущества за счет Исельдура. Он дает такой бонус, все ваши войска, пока он с кольцом, сразу же с грейдами становятся, те, которые строятся, те, которые уже построились. Вначале вы своего противника тащите прям даже легко, но затем Исельдур умирает, умирает навсегда, и вы оказываетесь в заднице, потому что черный Гендальф такое себе, а этот, как его, эм, эм, хочется сказать Ивендим, блин. Аронарт, Арафант, Арведуй, о, Арведуй, он бустит героев, но в этой карте надо бустит войска. Он, короче, спорный такой, скажем так, но он, в принципе, неплохой. Поэтому за Арнор геймплей очень прост. Вы должны решить, сможете ли вы победить без кольцевика вашего противника или нет. То есть, если не сможете, то даете Исельдуру и чувствуете себя как батя, но потом у вас возникнут большие проблемы. Если же можете, то тогда кольцу не даете, а затем уже, когда вы его выиграли, забираете его кольцо, вы получаете, например, себе Арведуйя и Исельдура и там протаскиваете второго игрока. Если же вы можете даже его выиграть без кольца, то тогда вы держите кольцо для Исельдура под момент, когда рухнет большая стена. Тогда вы Изи затащите. В принципе, он очень хороший. Но это такой. Рохан. Рохан может дать кольцо Теодену или же Радагасту. Радагаст стоит очень дорого. Радагаст в целом герой неплохой, но он полезен только против толпы войск. Если же речь идет о других героях сильных, то он практически бесполезен. И это очень плохо, учитывая, что вы еще на него 4 косаря должны потратить. Поэтому за Рохан иногда выгоднее выйти в Эловин и Элмера. Разумеется, Элмер должен быть прокачан до 3 уровня, чтобы копиями пытаться забирать вражеских героев. Теоден очень хорош, но выйти в него очень сложно, потому что вам нужно докачаться до 2 тира. То есть, даже если вы играете против нуба, у него скорее всего уже будет кольцевой герой к моменту, когда вы прокачаетесь до 2 тира, а вам потом еще Теодена надо будет прокачать. Это сложно, но если вы доживете до лейта, то Теоден конечно хорош, поэтому приоритет должен быть у него. Ну, можете и того, и того, если вы затащили противника. Лут Лориен светлая галя лучше, чем темная, опять-таки по причине того, что вам надо бустить войска, то есть убивать армии это не самое важное на этой карте, поэтому приоритет светлая галя, да. Что еще? Ривенделл, там только Элронд, тут думать ничего не надо, Элронд очень сильный, как можно быстрее в него выходите, то есть, ну, обычная тема с криппингом, тут все работает для имладриса просто по классике. Разумеется, мудрость на ферме кидайте, чем больше денег, тем лучше. Гондор, Гондор выходит в Гендальфа, Гендальф в принципе хорош против всего, потому что он бустит войска, у него есть гламдринг, но опять-таки дорого-дорого, 4000 стоит, поэтому за Гондор придется попотеть. Возможно, в некоторых матчапах выгоднее играть в Берегондо и фармера, опять-таки на криппинге можно быстро в них выйти и Берегондо прокачать несложно, то есть с помощью дебафа каких-то героев разбирать. Гномы тут все понятно, гномы говно, но Дурин очень хорош, как кольцевик, действительно очень хорош, он дает вам гигантскую броню вашим героям, он не бустит войска, но у него есть хороший стан, длинный, у него хилка есть, он сам очень силен, все дела. Короче, Дурин хорош, но гномы говно. Если вы играете через Гномов ФФА, то наверное выгодно будет играть через правую ветку в Митфрил, чтобы ваши герои долго-долго жили. Что у нас там, Изенгард, Изенгард шикарная фракция, в принципе, но выйти в Сарика в начале практически нереально, потому что Изен, ну, во-первых, он 4К стоит, а во-вторых, Изен еще и кучу денег должен тратить, поэтому выходите в Лурца, Макс скаутов, строите 4 отряда, уруков, короче, развиваетесь по прям самой такой дефолтной стратке, без лишнего, никаких дикарей, никаких варгов, ничего такого, просто пытаетесь забустить вашу армию и за счет Лурца убивать вражеских кольцевиков, это в принципе реально. А уже попозже в Сарика, Сарик, который бьет молниями, лучше, чем Сарик, который бьет огнем, если что, но они оба хороши, и рандомно вы получаете, если что, то есть, ну, не парьтесь по поводу этого. Рандомно вы получаете формы, если я имею ввиду. Мордор, Мордор в начале по сути за 500 монет получает Саурона, Саурон первого уровня очень слаб. Не посылайте Саурона в бой на первом уровне, без прикрытия. Что вы получаете? Вы получаете сразу все сабфракции, соответственно, вы должны отдавать приоритет оркам, а не каким-нибудь другим войскам, типа конница, тролли и так далее. Это лишнее. Пользуйтесь тем, что вы получили сабфракцию. Теми же орками Моргула можно банально тупо зарашить. Противник такого не ожидает. Вам крепить не надо на кольцевика. Вы его и так получили. Но есть второй вариант. Саурон раздает лидерку своим героям, прислужникам, то есть назгулям. Назгули под Сауроном наносят очень даже приличный урон. Даже один Назгуль наносит очень много урона, а два это вообще изи. Соответственно, с помощью них вы можете сносить вражеских кольцевиков, а Назаурона байтить. Но имейте ввиду, если вы его потеряете, воскрешение уже будет стоить приличных денег. К тому же вы еще и кольцо можете потерять. Поэтому аккуратно. Как только он прокачает несколько уровней, а там уже чем выше уровень, тем все больше и больше мощи. Саурон очень хорош. Ну и конечно же, если вы дали ему кольцо, у вас на крепости сразу же шпиль, может стрелять огненным шаром. Это тоже очень важно. В здании оно намажит слабо, но зато ваншортит практически любую начальную армию. Так что имейте ввиду. Но противник, если он опытный, он этого будет ждать, пытаться как-то скаутить вашу базу, чтобы заметить момент, когда шарик полетел и от него чтобы можно было увернуться. Тоже это надо учитывать. Далее у нас что осталось Ангмар и гоблины и Харат. Ангмар кольцевик очень хорош, но стоит очень дорого. Та же фигня. Скорее всего надо выходить в Халдара, чтобы прокачать его до пятого уровня, чтобы можно было убить вражеского кольцевика. Можете, если вы играете против какого-нибудь такого же дорогого типа Гондора например, то можете копить сразу же на кече. Призыв Балрога шотит армию вражескую. Вот этим надо пользоваться. Все остальное в начале у кече не очень приятное, но при этом он еще и всю карту засрет. То есть вы подосрете не только вашему противнику, но и всем остальным игрокам на карте. Вас будут ненавидеть. Вот. Возможно в чатике будут писать, что давайте убивайте Ангмар быстрее. Но ничего они сделать не смогут. Ангмар моща. Остается гоблины. Гоблины имба даже без Смауга. Шелоп очень сильная. Шелоп давит героев. У Шелоп обилка нереально мощная паутина. Так что забейте. Если вам выпали гоблины, скорее всего вы затащите. Если не всю катку, то как минимум вашего противника. Вот. В дуэльке один на один в таких тесных обстоятельствах сложно гоблу победить. И Харад. У Харада нет какого-то выраженного убийцы героев в начале, поэтому у вас нет выбора. Вы должны копить на Аллатара. Аллатар даст вам гигантское просто преимущество. Все технологии будут открыты. Очень крутая лидерка у него. Он в дальнем бою бьет с плэшом. То есть герой практически идеален, но послабее некоторых других у фракций. Пользуйтесь тем, что он быстро бегает. То есть у него не такая хорошая выживаемость, но он быстро бегает. Соответственно вы играете скорее всего во второй тир, в его усилялку. Либо если вы жестко начали выигрывать, то тогда в аванпост Дары Мордора, чтобы больше денег было. Что еще? Пользуйтесь героическим отрядом. Он поможет вам из конюшни. Он поможет вам убивать героев. Пользуйтесь шпионами, потому что лидерки Алатара на них тоже работают. То есть они тоже будут хорошо героев убивать. А и пользуйтесь призывом тоннеля. То есть разумеется сразу же его ставите и затем используйте его для того, чтобы спасать Алатара. Это помогает. Ну и конечно же самая большая моща Харада это телепорт. То есть можно протануть за стену противника. И это прям жестко ему под нас лед. И он будет вынужден другого игрока атаковать. Ну и собственно все. Это такой вот гайдик. Надеюсь, что это вам поможет. Но мне кажется, что большинство информации так игрокам было известно. Всем спасибо за внимание. Огромное спасибо всем, кто стал спонсором моего канала. Если вам понравился ролик, то можете что-нибудь там жмякнуть. А я с вами прощаюсь. Пока.